Ваши рыбки клевали, да вы их поймать не дали. Вот теперь сами ее и ловите, большую и маленькую. Приветствую зрительных каналов, канал Дзен, канал Рутюб, сообщество ВКонтакте, ну и те, кто ленится и сидит до сих пор на Ютюбе, ну, когда-нибудь вы оттуда все перейдете к нам сюда, в Россию. Так, сегодня будем говорить о ультралайте в СССР. Уже было несколько роликов на эту тему на моем канале, и рыбалка была с комплектом, который мог бы быть ультралайтовым комплектом советским. Это спиннинг, правда, был китайский с монолитным стеклопластиком, и, ну, довольно тонкий, изящный и хорошо сделанный, с красной звездой, и катушкой Орион 009. Кто не смотрел, посмотрите, отличные ролики, отличная рыбалка была, и рыба интересная клевала на советские блесны. Сегодня продолжаем эту тему, и уж сегодня уж точно тот комплект, который мог бы оказаться у советского рыболова в руках, и он вполне себе ультралайтовый. Это двухколенный спиннинг длиной метр пятьдесят, довольно тонкий, производство ГДР, завода Гермена. Гермена это объединение предприятий, которые раньше кому-то там частникам принадлежали, в восточной Европе немцам, и через какое-то время их объединили под аббревиатурой ВЕП, народное хозяйство. И вот один из заводов, который выпускал не только рыболовные снасти, но просто спортивное оборудование, лыжи, например, или ракетки теннисные, это Гермена. Модель спиннинга называется Викент, вот здесь прямо написано ГДР, у меня чуть побольше получилась длина, здесь длина метра сорок пять, тысяча четыреста пятьдесят миллиметров указано, и тест до пятнадцати грамм, и две части, пластик написано, ну это просто объединение, которое занималось именно пластиковыми изделиями различные, то есть и стеклопластиковыми, соответственно, хлыстами, и ручкой они сами же делали, ведь она тоже пластиковая, даже, по-моему, никак не мягкая, чуть-чуть что-то прогибается, для этого мои пальцы прогибаются, ну, в общем, мне кажется, что она просто целиком из такой, ну, мягкой пластмассы, но не софт-тач, почти не проминается. Так, колец всего три, вот побольше проволочная, и два поменьше, ну, в смысле, два кольца, получается, и тюльпан, то и другое проволочная. Довольно хорошо, что сохранилась наклейка, потому что они довольно легко царапываются, я вам уже показывал спиннинги фирмы Гермена, завода Гермена, объединение Гермена, это Гермена Стандарт двухметровые, покороче был люкс, и что там у нас еще что-то было. Я показывал, какие варианты использования, какие варианты оснащения колец, вот это кольца похожие на люксе стоят, только там, по-моему, на дно побольше, ну, просто подлиннее спиннинг. Катушка мне нужна такая, чтобы я мог крутить ее правой рукой, я не левша, но привык левой ловить, то есть забрасываю правой, перекладываю, ловлю левой, и меня это, в принципе, устраивает. Соответственно, катушка будет стоять закрытого типа, но интересно, я вам ее тоже показывал, это катушка вильнюсского завода, топливная аппаратура, называется НИДА, вот от нее упаковка, стоила 8 рублей 50 копеек, так, инструкцию сейчас глянем, у нее даже написано, на какой диаметр лески она рассчитана, катушка НИДА, спиннинговая, безмерционная, так, диаметр лески от 0,15 до 0,3, у меня сейчас намотано 0,2, если я там не ошибся на глаз, потому что намотал бы ушно, тут много не надо, потому что диаметр шпури не очень большой, но зато у этой катушки, видите, большое окно у колпака, у большинства закрытых катушек очень небольшой диаметр выходного отверстия, и это очень сильно снижает дальность заброса, ну, посмотрим, как у этой катушки с этим обстоит дело, я на нее еще не ловил, ролик об этой катушке вы можете посмотреть на моем канале, ну, теперь комплект собран, несколько смущает, что у спиннинга рукоятка, ну, довольно длинная сама, это раз, а во-вторых, кольца, видите, катушка-держатели свободно перемещаются, и они пластиковые, вот это меня смущает, не то, что они свободно перемещаются, это так называемый катушка-держатель французского типа, это нормально, они были на многих спиннингах, и на многих удилищах, в том числе на холостовых, используются до сих пор, меня смущает то, что они вот чисто пластиковые, то есть там нет какой-то металлической вставки, но довольно прочные, просто время могло воздействовать несколько, у катушки довольно толстая лапка, и, соответственно, плотно очень все это дело садится, но, тем не менее, хруста какого-то характерного, слава богу, до сих пор не прозвучало, так, длиной я вам сказал, заявлено метр, тысяча четыреста пятьдесят миллиметров, то есть метр сорок пять, и, у меня получилось чуть-чуть побольше, примерно метр сорок восемь, поэтому я полтора метра и сказал, простужен до сих пор, ролики он на рыбалке снимать вообще не мог, потому что голоса не было, сейчас вот еще туда-сюда могу разговаривать, так, неплохо бы взвесить, так, так вам, наверное, лучше будет видно, это в качестве проставки, чтобы удобнее было разместить спиннинг, минусуем коктару, ноль, так, нижняя часть, которая с рукояткой, сто пятьдесят один и девять, ну, сто пятьдесят два грамма получается рукоятка, ну, и нижняя часть комлевая весит, и весь в сборе сто семьдесят три миллиметра, сто семьдесят три грамма весит спиннинг, не так уж и много, с учетом того, что это монолитный стеклопластик, посмотрите, насколько тонкий кончик, полтора миллиметра, то есть это со спичку, и достаточно гибкий, то есть, ну, пятнадцать грамм я бы, конечно, не стал на такой спиннинг весь вешать, но как раз пять, шесть, семь грамм вполне себе достаточно, чтобы удобно забрасывать, и не бояться, что спиннинг сломается, ну, сломать все, что угодно, конечно, можно, но монолитный стеклопластик, скорее всего, выдержит издевательство, но пятнадцать грамм, это, конечно, перебор, такой вот комплект будет, и в ближайшее время, я надеюсь, получится его испытать на реке, из-за дождей сейчас на реке разлив очередной, грязная вода, поэтому приходится развлекаться съемками видео, но, конечно, хотел бы сказать немножко и о приманках, да, спиннинг у нас есть, катушка у нас есть, вместе выглядит довольно интересно, вот я приготовил, уже показывал часть блесен отсюда, и вот здесь еще коробочки, и часть из них уже успел рыбу половить, и неплохо половил, но раз у нас комплект ГДР с ГДРовским спортом, спиннингом, вполне допускаем, что человеку, советскому рыболову, вполне были доступны, кроме спиннинга, раз мы его вполне на Авито, а не на Ebay покупаем, а еще и блесны из ГДР, вот у меня здесь есть блесны Солидор, там СО, видите, написано, 5 грамм, вполне себе, внятная вертушка, одна, вторая, с тем же логотипом, это вот более поюзанная, так, есть безымянные, скорее всего, то есть вот это мне пришлось перебрать, потому что грузика оригинального здесь не нашлось, а вот здесь с оригинальным грузиком, скорее всего, это ГДРовские блесны, потому что качество изготовления довольно высокое, так, дальше, может быть, конечно, и самоделки, но скорее всего, вот это вот именно ГДРовское, потому что почти точно такие же я находил на фотографиях журнала ГДРовских, так, вот это тоже блесна 99,9, это блесна из ГДР, такая копия, ну не копия, а подобие Аглии, МЭПС грузик свой оригинальный, вот такие же бусины используются практически на всех этих блеснах, ну вот здесь вот видите яркость стоит, а вот здесь вот такая же, такого же темного света, так, и блесны эти же были, Солидор, выпускались, видите, и в виде блесни на такой, как сказать, на булавке, да, на оси, собранной с застежкой, и с передней огрузкой, грузила не оригинальная, все остальное оттуда, пробовать пробовал, поймать ничего, на эту именно не поймал, ну на тот момент у меня, по-моему, было всего две таких блесны, в смысле блесны ГДРовские, вот теперь есть шанс испытать их уже с родным, как бы, спиннингом, да, с ГДРовским, так, здесь же, раз у нас конец 80-х, изображаем, косплеем и ловим, то будем ловить, соответственно, блеснами с того времени, не более старыми приманками, а как раз вот теми, которые в то время были в магазинах, или на рынках, на птичьем рынке, например, в магазинах начали появляться блесны, кооперативные, вот есть, здесь отрезан мною, тут должен вот такой же хвостик быть, блесны кооператива Искра, протон, называется, поймать, в то время на них у меня ничего не получилось, были большие, вот такие, я такие покупал, осталось две, хотелось бы все-таки разловить, ну, к тому времени уже начинали появляться уже и польские какие-нибудь, ну, не к тому, а к 90-м, потому что это в самом конце Советского Союза такие блесны появились, чуть позже появлялись и те, которые их заменили постепенно, поэтому интерес именно к кооперативным блеснам практически исчез, ну и цены на фирменные блесны сравнялись постепенно к кооперативным блеснам, так, есть у меня вот такая вот еще блесна, это Pelican кооператив, довольно неплохая блесна, скорее всего она изображает одну из блесен фирмы Рубле французской, из-за того, что здесь можно менять крючок, стоял у меня почти все время здесь крючок карповый, ну, на тот момент у меня, наверное, вот с зубцами имелось в виду, то есть с зазубринами на цевье и ставился какой-нибудь твистер, чаще всего те твистеры, которые, как ни странно, не работали, но вместе с блесной оно работало неплохо. Так, еще есть у меня две блесны вот такие, то есть это как бы вот, ну, последние как бы совсем советские, старые архаичные конструкции, использовать я их буду, потому что они изначально, скорее всего, планировались с дополнительным грузом, на, в смысле, впереди плесны отдельная огрузка ставилась на поводке, здесь же я нашел, у меня где-то откуда-то оказались заготовки для пломб, их можно вот таким образом сюда надеть, ну, вот так вот, да, и вместе с поводком будет как раз как голова, которая еще и прокручиваться не будет, но тут лепесток небольшой, вряд ли оно сильно закручивает леску, и здесь вот такая интересная блесна. Напоминает блесну Отлер, которая еще дореволюционная, то есть это конец 19 века фактически, и вот оно до конца Советского Союза, иногда такие блесны выпускались, насколько они использовались рыболовами, сложно сказать, подобные блесны Муза, например, были в исполнении тоже с двумя точками крепления лепестка, либо с одним креплением лепестка. Так, возвращаемся еще раз к блеснам кооперативным, здесь две блесны от кооператива Салма, Рига Латвия, довольно высокого качества блесны, ну, и довольно дорогие по тем временам, вот это я очень хорошо ловил, много, пришлось даже пересобирать, она у меня там год, наверное, провисела на дереве, потемнело, потом вот я наклеил светотражающую пленку, которую мы тоже покупали на птичьем рынке, откуда их привозили. В Советском Союзе такое не делали, но продаваться оно продавалось. Так, дальше. Здесь еще блесны, сделанные какими-то неизвестными мне умельцами, их очень, ну, достаточно большое количество было, продавались они чаще всего на рынках. Копии, ну, не копии, творческая переработка под свои технологии возможности, блесен мэпс, вот это, например, комета, соответственно, по лепестку, вот это аглия, с насечками могут быть, видите, разные, бывают со своими логотипами какими-то, сейчас я вам покажу. Иногда просто великолепного качества, крючки только советские, советские, к сожалению, не самого лучшего качества были. Вот здесь из моих запасов в основном, ну, и позже что-то купленное, вот я тоже с логотипами, например, были вот такие вот небольшие блесны, не знаю, будет видно или нет, здесь голова тигра выбита, была еще комета, вот здесь аглионг, комета, к сожалению, потеряна, рыба оборвала. Так, остальные, вот вообще вам я самая первая блесна, и когда я вам, подобие кометы, точки эти я ставил, кстати, очень легко делается шляпкой от гвоздя, то есть, окунаете в краску, и так разного диаметра легко делать точки, не рисовать их там чем-то, а вот так вот, таким образом сделать, на шлепке. Когда я снимал ролик на реке про советский, постсоветский ультралайт, я вот на эту блесну рыбу поймал, можете полюбопытствовать. Так, это то, что касается вертушек, довольно большой ассортимент, будет интересно посмотреть, как справится, спиннинг, понятное дело, справится, интересно, как вот эта катушка с ними справится, потому что обычно они выступают по дальности открытым безинерционным катушкам, но у этой, говорю, окно большое, посмотрим. Еще они несколько больше леску закручивают, чем безинерционные открытые катушки, хотя и те, и те довольно сильно крутят леску. Так, воблеры, воблеры у меня представлены фактически одной моделью, это воблеры фирмы Аква, Аква на тот момент уже появилась в советский период, и блесны выпускались, надпись была у них здесь Аква USS, здесь сейчас просто логотип Аква, воблеры, да, современные, но у меня есть старые Аква, только они крупнее размером, и такие вариации на тему Раполы, например. Довольно качественно сделаны, интересно, это будет другим каким-то комплектом, к этому нужны маленькие, вот они будут. Так, различные мелкие колебалки, часть из них аутентичные, советские, часть из них выпущены позже, позже, вот это, например, пирс выпускала, с удивлением обнаружила вот такие вот, есть еще мельче, тут маленькие копии атомов, а это заявлено как уралка, но я сомневаюсь, что это уралка, вполне себе ультравайтов, это не зимние блесны, это ультравайтовые колебалки, тоже на тот момент могли бы быть, выпускаться каким-нибудь кооперативом, тем же пирсом, но это выпуск, на самом деле, чуть более поздний. Так, легкие блесны, напомню, что вот такого вот плана, вот я покрасил, они на самом деле примерно так же были покрасны, вот только облезли. Выполнены были для ловли на дорожку, это когда за лодкой, ну то есть то, что троллингом, только вот на легкие вот такие вот блюстные относительно, ну любые, конечно, могли, но вот именно эти для троллинга, то есть для дорожки, только не спиннингом, и не в капитанской, в кресле, в катере, с капитанской фуражкой и пивом, человек греб, леску держал там зубами, или там за ухо закидывал, чтобы при поклевке было, ощущалось, как это дергает или не дергает, и, соответственно, вываживалось и управлялось все это одним человеком, лодки без мотора на веслах. Так, еще колебалки очень интересные, кто не видел, тоже есть ролики, с прошлого сезона отлично отловились вот такие вот жуки, они, кстати, сейчас довольно часто продаются, не знаю, кто-то их продолжает, штоповать, крючки там оригинальные, советские, сейчас это я вот поменял на более тонкие и легкие кольца, но окраска вот такая, разнообразная, их там пять штук в комплекте, это от них коробки, и блесны реже встречаются, но тоже встречаются, шторлик малый, в советское время у меня комплект был, одного не хватает, тут их четыре, может, когда-нибудь еще достанется, соответственно, в советское время, ну, на самом излете, перед появлением фирменных блесен, никак-то не впечатление рыбы не ловилось, я попробовал вполне ловиться, сейчас играет хорошо, очень напоминают дамовские блесны FZ, ну, или FZ напоминает шторлик, потому что блесна довольно старая, и разными фирмами выпускалась, но вот это именно ультравайтового комплекта, вот этого всего вполне больше, чем достаточно для этого, для уикенда интересного на рыбалке, дождитесь теперь тестирование, я думаю, будет здорово, вода спадет, немножко, и хоть прочистится, а то сейчас там глина глиной, и можно будет половить, давно хотел вот найти именно советский ультравайт, советских спиннингов, прям вот такого вот плана найти пока не удалось, но я думаю, вполне себе допускаю, что они были, уже Советский Союз многократно удивлял, потому что, оказывается, вроде бы ничего не было, и все было, то есть не всегда мы просто знаем о том, что было, что делалось на разных предприятиях, такой спиннинг я видел только в интернете, если наберете по-немецки спиннинг ГДР, спиннинговое удилище ГДР, фактически одна из первых фотографий такого же спиннинга, только с другими кольцами, видимо, оно выпускалось в разное время, оснащение, которое находится в музее ГДР, восточной, вернее, Германии, в Берлине, то есть, получается, у меня и в музее, да, в Берлине такой спиннинг есть, ну, вот видите, у людей на руках довольно много интересного всего, до сих пор имеется, и вот, и коллекционерам, рыболовам иногда имеет смысл покопаться на Авито, на мешках всяких и так далее, при должном везении, может быть, даже и недорого что-то удастся купить, чего и вам желаю, все, всем пока, Субтитры создавал DimaTorzok